Если старт участников в 12 часов, то спортсмены на конюшне уже с 8 утра. Ведь привести в порядок нужно не только себя, но и своего четвероногого друга. Почистить, заплести, поседлать. Заплетать лошадь нужно не во всех дисциплинах, но в выездке это обязательно, потому что судьи должны видеть изгиб шеи животного, чтобы выставить оценки. Выездка считается самой сложной дисциплиной в конном спорте. Судьи оценивают каждый элемент в процентах, недопустима жестокость по отношению к лошади, а само животное должно быть расслаблено. Выездку часто называют танцем с лошадем, где всадник должен продемонстрировать развитую гибкость и пластичность своего животного. Еще одна, не менее важная задача – продемонстрировать правильные движения лошадям на всех аллюрах. В соревнованиях принимают участие более 35 спортивных пар. В зависимости от уровня подготовки всадники бегут разные езды. Езды для юношей усложняются такими элементами. У нас начинают присутствовать боковые элементы на рассеянной галопе. Это принимание плечо вовнутрь. Также достаточно сложные элементы – менка в воздухе на галопе. В детских ездах у нас присутствуют простые перемены ног, то бишь через шаг. Анна Ахмадулина занимается конным спортом уже 4 года. За это время всадница научилась прыгать, делать различные элементы. В этот раз пара бежала в самую сложную езду на этих стартах – ППЮ. И это возможность получить звание кандидата в мастера спорта. И несмотря на большой опыт, выездку Анна считает самой сложной дисциплиной. Надо, прежде чем сделать какой-либо элемент, делая один, надо уже думать, как сделать второй, третий, четвертый. И надо следить больше за осанкой, за тем, как бежит лошадь, чтобы все выглядело гармонично. Конкурить чуть попроще. Выступала Анна на коне по кличке Орион. И они вместе в своем зачете заняли высшую ступень кидистала. Победам не повод расслабляться, ведь уже в эти выходные на базе Орловской конно-спортивной школы состоятся новые соревнования. Стефания Басарева, Дмитрий Дергачев, телеканал Первый областной.